поработали мы а теперь захотели шашлыка мы кровожадные мясо давай говори вот столько времени потратить уже бы давно мы покусили и чё про приготовление вот такое мясо купили мы торговой сети готовые уже сами не делали ну просто разбрали понравилось с помидорчиками часов всем огромный добрый вечер с полей сегодня мы собираем урожай внутри недели вообще нам некогда даже было заходить в огород у меня приезжала сноха как-то собрала помидоры ну и я там побегу соберу что-то и там перцы помидоры и все на этом вообще нет времени катастрофически мы занимаемся другим делом в огород ходить несколько посмотрите какие наросли помидоры это просто это просто нереально но я не говорю что мы с них не срывали это все что осталось вот здесь я вам показываю если вам только видно я сейчас соберу обберу этот куст покажу вам сколько здесь вот тоже такие же кусты конечно мы очень хорошо удобряли тут вот юра два кустика собрал по краю и он набрал сколько вот видите какие меня такой съемщик ребят извиняйте помидорки и которые завешивала 960 грамм даже были нереально тоже весит дай бог так перцы кто-то просил показать перцы перцы исключительные их было очень много тут ломались ветки от перцев их собирала конечно это вот все что осталось здесь перец исключительный вот ему как раз место хватает его давно уже не поливаем не укрываем ничего вот видите сверху цветочков даже нет если мы его укрыли на нем бы еще бы цветов было много и перца сегодня мы сейчас выкопали картошку остатки тоже хочу вам сказать скорее всего это не была скороспелка потому что мы ее копаем уже в конце сентября картошка надо сказать хорошая я ее копала у нас давно закончилась и я копала ее капу не подкапывала а копала прям кустами выкапывала вот все что осталось от нее в общем урожай в этом году у всех по моему хороший видите сколько всего наросло это тут остатки конечно ну я вообще рада теплицу мы не заходили еще ничего не собирали буквально пять часов 6 вышли думаю надо уже пособирать что-то в огороде порядок навести покажу вам сейчас тыкву девочки какая выросла тыква у меня тут вот обобрала тоже патисончики оставшиеся кабачок вот видите смешные да а вот смотрите какая огромнейшая вообще чудо 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 тут тоже это вот такой сорт тыквы забыла как он называется покупала вроде бы бумажки где-то клеила и забыла такая интересная тыква свекла надо сказать хоть и объеденная вся но наросла довольно таки хорошая для того чтобы ее класть на хранение небольшая не маленькая прям в самый раз это что все что мы успели сделать вот буквально шести часов это юра там бегает своими делами занимается еще ну помогает по мере возможности или я ему ну вот краткий обзор а то уже просят чего не снимаете видео сейчас соберу с куста помидоры и покажу вам сколько в кусту оставшихся вот смотрите специально разложила этот пуст на грядке он два метра высотой и смотрите какая у него корневая и это вот все благодаря тому что навоза много вот он такой вот вырос это я нижние пазминки щита и обрезала такой народ мощный сейчас покажу сколько там помидор набрала а вот как вырос мой виноград и планировала же эту грядку убрать и так в итоге и не получилось но я не отчаиваюсь потому как человек предполагает а бог располагает нежданно-негаданно образовалась такая необходимость что нам нужно было быть в другом месте и делать совершенно другую работу и это было крайне важно для нас вот я набрала сколько помидор я считаю что это просто чудо и вот именно вот с этих помидор вот это вот курс вот это сорт называется малиновое сердце на сердце то не похоже смотрите какие какие-то несуразные не культя пистей но с них очень вкусный сок и хреновина и кобра все очень-очень вкусное кстати наготовили с юрой аджики уже два литра с ним скушали этой аджики два литра готовь аджику раз мы ее только едим ну что это вот тоже часть того урожая которую мы вчера собирали сюда еще принесли здесь уже положила угостить мешочки сложила сейчас еще покажу меня все занято помидорами сюда принесла красные вот надо их перерабатывать вот эти вот две корзины и еще одна предбанники стоит тоже красные тоже надо перерабатывать приготовила вот три литра сока сок приготовила с перчинкой остренький вот сейчас еще поставила готовить сок вот так вот я его готовлю и тоже его сделаю остреньким замочила вот банку я вам показываю не то что грязную банку а то что мы уже больше двух литров съели аджики которую я готовила юре конечно больше нравится со сливой но ему уже это приелась полтора литра этой без без яблок и без сливы скушал это поинтереснее конечно в общем кто не готовил аджику я выкладывала ролики на канал юрий лариса иванова обязательно приготовьте попробуйте и сейчас у меня задача сделать приготовить хреновину потому что я очень люблю нужно приготовить обязательно ее ну что мои хорошие нужно подвести итог и это видео закончить я хочу сказать что я очень рада что у нас такой урожай и не покупали мы все лето не зелень и лук вообще никаких овощей ничего не покупали хотелось бы конечно вырастить бы яблок персиков абрикосов но увы я то что умеем то и ростим щита и редиска и дайкон все витамины мы получали вот с этой нашей земельки конечно же мы ее удобрили и морковочка сама себя перебиваю про все овощи рассказываю в общем я очень очень довольна так что все таки в своей доме в своем доме жить как-то наверное повыгоднее плане того что не нужно покупать овощи но кто сильно занят некогда заниматься огородом те конечно же живут в квартирах и капустка у нас росла в общем опа на опа на гусеницы появились здрасте вам я вас вообще не ждала в этом году у нас бог милова как-то обработала капусту и вообще не было гусениц здесь вот они появились только я ее убрала нижние листья и уже тут как тут не надо срезать эти два вилочка пригодятся может быть видос сделать щи на зиму уже очень удобно будет ну ладно всем 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 пока всем хорошего настроения урожая хорошего и всего самого-самого наилучшего с любовью лариса и юрий а это послесловие видите я же вам теплицу то не показала еще тут немерено вот они помидорки наши мы их уже остригали и они все равно пробились наверх а тут еще сколько ой ой мама дорогая мне страшно